Так, ну что, поехали разговаривать. Мы в прошлый раз с вами говорили про, что такое конфликт, из чего он состоит, какие у него есть части. Самое главное, что вам нужно вспомнить оттуда, это то, что у конфликта есть объективная ситуация, объективная конфликтная ситуация. То есть это та ситуация, где есть две или более стороны, у них есть какие-то свои потребности, то есть чего-то им не хватает, и они хотят, соответственно, свои потребности решить, получить себе что-то. Но если это что-то, интерес в этом, у двух хотя бы сторон, и они обе хотят это получить, то тогда может возникнуть конфликт. Но не сразу, да, то есть сначала возникает объективная конфликтная ситуация, что вот есть вот это противоречие, да, что две стороны не могут получить одновременно одно и то же. Но не обязательно, что это будет переходить вот в такой открытый конфликт, конфликтные действия будут происходить и так далее. То есть изначально есть конфликтная ситуация, а вот если произойдет некоторый инцидент, да, то есть такое внешнее какое-то действие, кто-то что-то скажет или что-то произойдет, кто-то выскажет свои там претензии на то, что он хочет получить вот это вот нечто, да, что-то ему важное, то в этом случае может начать развиваться конфликт. Соответственно, в конфликте обязательно хотя бы две стороны, ну, по крайней мере, про те конфликты, которые мы с вами сейчас разбираем. Может быть больше сторон в конфликте, да, но две хотя бы должны быть. И вот если они начнут выполнять некоторые конфликтные действия после этого инцидента, да, они могут начать эти действия делать все более и более таки агрессивные, и неприятные друг для друга, да, тогда конфликт может, собственно, начать развиваться и перерасти в такой деструктивный конфликт, да, как говорили, который вот такой разрушающий конфликт. Вот. Я вам обещала, что мы поговорим сегодня про то, каким вообще способом люди могут вести себя в конфликтной ситуации и, соответственно, как конфликт может разрешаться. Да. В психологии выделено пять основных способов, как люди могут себя вести в этой конфликтной ситуации. Избегание или уклонение приспособления, соревнования, компромисс и сотрудничество. Можно говорить о том, что люди, вернее, один да тот же человек может в разных ситуациях с разными людьми по-разному себя проявлять, да, то есть использовать разные способы. То есть в одном случае он может использовать там избегание, в другом случае, например, компромисс или соревнование. То есть у нас, в принципе, есть у всех такой набор возможностей. Но, с другой стороны, можно также говорить о том, что у человека постепенно, да, со временем, как бы вырабатывается привычка, да, реагировать определенным способом на конфликты, да. И какие-то люди все больше и больше там начинают использовать избегание, а кто-то привыкает к такому соперничеству или соревнованию. И тогда это можно говорить о том, что это, ну, что-то типичное для человека, да, что это какая-то его личностная особенность. И давайте вот эти пять основных способов поведения в конфликтной ситуации мы разберем с вами, ну, на простом таком примере. Допустим, два человека сидят за столом и одновременно протягивают руку к апельсину. Понятно, что здесь может возникнуть конфликт, да, поскольку есть объективная конфликтная ситуация. Они, ну, какая-то у них есть потребность у того и другого человека в этом апельсине, да. Зачем-то они руку туда протянули. А вот дальше они могут начать действовать по-разному, да. Во-первых, они, ну, кто-то из них может использовать такой вот способ, который называется избегание или уклонение. То есть фактически это такой пассивный стиль поведения, когда человек просто, ну, как бы не замечает, что есть конфликтная ситуация, что есть какое-то основание для конфликта. То есть он просто, не то, что он уступает, да, а он делает вид, что нету ничего, да. Он, как бы, свои интересы не отстаивает при этом и не дает возможности другому человеку свой интерес отстаивать. И это может происходить как в сознательной такой форме, когда человек просто говорит, что я не буду с тобой спорить и все, да. И вот как бы они зависают в этой ситуации, так никто и не получает, да. То есть она может длиться достаточно долго. Человек может просто отрицать, да, так бессознательно отрицать, что там просто есть какой-то конфликт. То есть он может начать просто о чем-то другом разговаривать, например. Переключить внимание на, там, не знаю, допустим, телевизор и начать его смотреть, да. То есть вот просто уйти от того, чтобы этот конфликт разрешать, да. При этом апельсин, он как остается на месте, да, то есть никто его не получает, так он остается. В принципе, ну, то есть понятно, да, что при этом конфликт никаким образом не разрешается, никаким образом не разрешается эта конфликтная ситуация. Но в некоторых случаях бывает, что такое поведение, в общем-то, полезное иногда. То есть это дает возможность, вот вы видите, плюса, да, снижает градус конфликта, то есть, ну, он не очень, не проявляется агрессивно, активно, да, то есть люди не спорят, не ссорятся, эмоционально не переживают. Иногда даже, да, то есть это бывает, ну, что просто нужно подождать, да, то есть ситуация может разрешиться сама собой. Ну, то есть, например, принесут еще апельсины, и люди про это знают, да, и поэтому они просто ждут, и они потом эти апельсины поделят между собой, да. Или они, ну, по-другому как-то может эта ситуация разрешиться, то есть они все расхотят эти апельсины. То есть бывают, да, такие ситуации, когда объективная конфликтная ситуация просто разруливается сама собой, потому что, ну, как-то все меняется, да, в нашей жизни. И тогда вот этот вот способ уклонения или сбегания, он позволяет просто не поругаться, да, то есть не войти в сам конфликт, а просто вот подождать, когда он решится сам собой. Вот, минус какой, да, что если ситуация сама собой не разрешится, то, собственно, тогда конфликтная ситуация остается, и так или иначе, в общем, людям придется ее все-таки решать. Ну, то есть апельсины не принесли, да, есть все-таки хочется, хочется есть этот именно апельсин, и вот нужно ее все-таки решать, да, и тогда придется переходить к каким-то другим действиям. И второй минус, который здесь, в этой ситуации, да, что это может просто то, что я не решаю никак эту ситуацию, я никак в ней не участвую, да, это может вызвать у человека такое вот ощущение, такое неуверенности в себе, да, снизить его саму оценку, что просто вот, ну, я такой никчемный человек, я даже апельсин не могу получить никаким способом. Это избегание, да, вот это первый способ. Второй способ, он уже активный со стороны человека, да, называется уступка или приспособление, когда один из людей, один из спорщиков, там, не знаю, да, или один из тех, кто претендует на этот апельсин, не настаивает на том, чтобы получить этот апельсин самому себе, да, то есть он таким образом как бы смягчает ситуацию, и в этой ситуации, конечно, он что сделает, он этот апельсин отдаст своему, скажем так, противнику или оппоненту, да, чаще всего такой способ поведения люди используют, когда хотят сохранить отношения, то есть для них отношения хорошие, да, взаимопонимание, там, да, чтобы его любили, ему важнее, чем вот этот апельсин, да, то есть я потерплю, я, не знаю, там, я буду голодный, но зато мы с тобой не поругаемся, да. Тоже этот способ поведения, он имеет как свой плюс, и так и свой минус. Плюс тоже, да, что здесь нет такой вот эскалации, наращивания конфликта, да, никакой агрессии, поэтому это, собственно, экономит силы, экономит ресурсы человека, да, то есть он не тратит их. Второй плюс, да, что это снимается такое эмоциональное напряжение, что, ну, объективная конфликтная ситуация как бы разрешается, да, то есть она разрешается в пользу другого человека. Минусы, соответственно, вы понимаете, да, что если вы отдали апельсин другому человеку, вы не решили свою задачу, да, то есть вы не удовлетворили какую-то свою потребность. Соответственно, такая позиция, она не помогает отстаивать вот собственные интересы. И, соответственно, со стороны оппонента, она может быть воспринята как такая слабость, неумение противостоять, там, и так далее. И может в дальнейшем привести к чему, да, что человек будет от вас все больше и больше требовать. То есть вы отдали апельсин, в следующий раз вы отдадите весь свой ужин, не знаю, да, потом еще что-нибудь и так далее. Так, понятно, да, с этой у нас стратегией? То есть она, в общем-то, не снимает тоже особо эту конфликтную ситуацию, но она позволяет сохранить отношения. Следующий способ поведения в конфликтной ситуации называется соревнование. Иногда можете вы услышать это как соперничество, то есть, ну, в принципе, это одно и то же. Здесь уже позиция активная у человека, да, то есть он не пассивно что-то отдает или уклоняется от конфликта, да, то есть он уже конфликт старается разрешить, но эта позиция такая жесткая, агрессивная по отношению к оппоненту и она заключается в том, что человек хочет достичь только для себя чего-то, да, то есть он не учитывает интереса своего партнера, оппонента, да, с кем он там находится в этой конфликтной ситуации, то есть он отстаивает только свои интересы. Соответственно, чаще всего оппонент, скорее всего, будет использовать при этом стратегию приспособления, да, то есть вот они такие взаимодополняющие. Если стратегию соревнований вы используете, да, то вы будете оказывать всякорическое давление на человека, принуждать его отказаться от своих действий, там, не знаю, шантажировать, все что угодно, да, то есть любые способы здесь идут, ну, то есть любые действия здесь идут в ход, да, для того, чтобы добиться именно своего, да, то есть это человек, который будет любым способом забирать себе апельсин силой, угрозами, уговорами и так далее, то есть он будет его отбирать. Плюсы у этой стратегии, единственный плюс, что ты получаешь желаемое, да, то есть вот у тебя оно есть. Иногда еще таких людей бывает, что уважают, поскольку боятся, но минусов гораздо больше. Во-первых, это требует очень много физических, психических затрат сил, то есть надо человеку очень быть таким, ну, сильным, да, и в плане психической, физической иногда. Во-вторых, такая стратегия, если она долго продолжается, да, и постоянно используется, она эмоционально выматывает человека, да, то есть она требует, поскольку эмоциональных затрат, то есть он все время в таком эмоциональном напряжении. И, соответственно, может вызывать стресс. Вот. Ну и третий минус для многих людей, да, все-таки мы хотим общаться, да, хотим, чтобы у нас были друзья и нас как-то уважали не за то, что мы там вызываем страх, да, а просто хотим, чтобы нас любили. И вот эта вот стратегия соревнований, любой ценой получить себе, да, вот что-то, она отбивает охоту у других людей, как бы с нами общаться. Вот. Все меньше и меньше людей с нами хотят взаимодействовать. То есть, как вы понимаете, это вот самая такая негативная, да, стратегия в решении конфликтов, если вы хотите сохранить отношения с человеком, неважно, это личные отношения, деловые отношения, взаимоотношения партнерские и так далее. Вот. И еще у нас две стратегии, они чем-то похожи, их часто путают, сейчас мы с вами будем разбираться, чем они отличаются. Значит, четвертая стратегия – это компромисс, это такая взаимная уступка, когда мы предлагаем как-то поделить вот то, что нам нужно, да, как пополам получается, да, то есть получить и тому, и другому, да, получить какую-то выгоду от этой ситуации, какую-то пользу, каким-то образом удовлетворить потребность. Но при этом это вот решение не на уровне самой конфликтной ситуации, а на уровне какого-то, ну вот то, что называется инцидента, да, то есть вот то, что лежит, не лежит в основе, да, вот поверхностно. То есть если мы говорим там про апельсин, например, да, то в этой ситуации разрешением будет просто разрезать, компромиссным разрешением будет разрезать этот апельсин, да, то есть каждый получает по половине апельсин. В целом, в общем-то, это решение ситуации, да, то есть плюсом здесь получается получение желаемого обеими сторонами, но минусы – получаем мы не все, получаем мы только часть, в лучшем случае половину мы получаем, да, то есть чаще может быть и меньше. Но это не самое, может быть, страшное, да, но, может быть, мы наелись бы этой половинкой апельсина, и все было бы хорошо. Но следующий минус, да, что конфликт не разрешается окончательно из-за того, что наши интересы не удовлетворены полностью. И получается следующий вот минус, да, что ситуация будет повторяться из раза в раз, да, то есть она не разрешилась на уровне потребностей, да, мы их не удовлетворили, а мы их разрешили на уровне вот какого-то частичного удовлетворения именно сиюминутных вот вещей, да, именно с этим апельсином. А вот следующая стратегия сотрудничества, она как раз позволяет решить ситуацию так, чтобы интересы обеих сторон были удовлетворены полностью. но она требует очень-очень много затрат силы и энергии. И здесь очень важно, да, что сотрудничество возможно только в том случае, если обе стороны готовы идти на сотрудничество, то есть они хотят разрешить конфликт. То есть если кто-то один согласен на сотрудничество, а другой человек только соперничать хочет, да, или избегает вообще решения ситуации, то здесь прежде чем разрешать конфликт, нужно сначала попробовать перевести человека, оппонента, да, тоже вот в эту стратегию сотрудничества, да, то есть как-то уговорить его на то, чтобы сесть за стол переговоров, да, и начать решать вот эту вот конфликтную ситуацию. Вот. В чем заключается сотрудничество, да, что нужно действительно, как это говорится, сесть за стол переговоров и постараться понять, в чем же заключается потребность, и в чем заключается интерес обеих сторон, да. Ну, вот на примере нашего с вами апельсина можем мы сказать, например, да, что вот если бы они сели поговорить про то, что для них этот апельсин, да, для чего он им нужен. Могло бы оказаться так, что одному человеку нужны, собственно, сам апельсин внутренности, да, там дольки апельсина, а другому человеку, например, могут быть нужны вот кожура, чтобы варить из них там вот цедру, варенье там и так далее, да, или ему нужна кожура для того, чтобы делать какие-нибудь поделки или еще что-то, да, или вообще ему апельсин на самом деле был не нужен, а это способ просто показать, что он здесь там присутствует, и если он получит этот апельсин, то это, то есть другой человек отдаст ему этот апельсин, то это значит, что он его признает там, уважает и так далее. Вот, если мы понимаем, да, что у людей вот разные потребности здесь, то есть они договорились, они поняли, что им важно, что им нужно, то в этом случае, соответственно, можно разрешить этот конфликт в пользу друг друга, да, то есть если это вот одному человеку нужна внутренность и другому цедра, то есть кожура от апельсина, да, то они это оба могут получить, да, и они полностью получают желаемое. Соответственно, плюсы здесь у нас получение желаемого обеими сторонами, как мы уже поняли, да, полное разрешение этой конфликтной ситуации, конфликта, то есть он не будет повторяться в будущем, а если и будет повторяться, то людям уже будет проще, ну, как бы понять опять, да, про что это этот конфликт и опять его решить. Вот, но минус, что требует больших вложений интеллектуальных, душевных, да, то есть это нужно действительно сесть, нужно понять, услышать партнера, да, услышать его аргументы, сказать свои, понять вообще себя, чего ты на самом деле хочешь и так далее. Ну, в общем, это достаточно сложная ситуация, но если это удается, то это способ улучшать отношения и идти дальше, да, то есть развиваться дальше, да, то есть важно здесь то, что мы садимся и предлагаем поговорить. Ну, садимся условно, да, то есть это не значит, что мы обязательно это сидя делаем, и в том плане, что мы тратим на это время, не то, что мы начинаем обвинять друг друга, да, вот ты мне не даешь апельсин, а кто-то обижается, кто-то плачет, кто-то еще чего-то, да, а в том плане, что мы начинаем говорить о том, что давай разберемся, давай постараемся понять, да, давай вот тебе зачем, а мне вот это нужно, а мне вот так вот, да, там, и при этом мы стараемся услышать человека, да, не переходим в деструктивном конфликте к тому, чтобы обвинять человека сразу в том, что вот он, не знаю, нас не уважает, поэтому забрал последний апельсин и так далее. Вот, соответственно, вот такие пять у нас способов поведения в конфликтной ситуации, еще раз говорю, да, что есть, ну, каждый человек в разных отношениях, в разных ситуациях может по-разному себя проявлять, но при этом у людей складывается некоторая такая привычка, да, как-то себя вести. И понятно, что если человек привыкает вести себя вот способом, там, избегания конфликта, да, то ему сложно бывает в том плане, что, в том плане, что, ну, то есть он постоянно будет, да, вот в этих ситуациях находиться и так далее. Если приспособление, да, то он постоянно будет в ситуации, когда он не будет получать то, что ему важно. Если он постоянно в соперничестве, в конкуренции, то, скорее всего, им будет сложно там находить друзей и людей, уважающих его. Вот, компромиссы и сотрудничество, в общем, это положительные способы поведения, да, приносящие в основном плюсы, но вот требующие таких вот затрат энергии. Вот. Ну и последнее, что... Не, предпоследнее, наверное, да, еще раз напомню, что разрешить конфликт можно через два основных способа. Первое – это снять инцидент, да, то есть вот ту самую конкретную ситуацию, которая сейчас происходит, да, и это, скорее всего, такое компромиссное решение, то есть временное решение, которое потом опять может повториться. А второй лучший вариант, да, это разрешение объективной конфликтной ситуации, когда мы выясняем потребности друг друга, что надо, да, и стараемся удовлетворить потребность каждой стороны в этой конфликтной ситуации, и, соответственно, она разрешается более полно и, скорее всего, не повторится. Ну и, собственно, вот уже последнее как раз, да, что профилактика конфликтов, да, то есть предотвращение конфликтов. Надо помнить про то, что плохие у нас, да, не сами конфликты, а то, что они могут быть неуправляемыми. То есть сам по себе конфликт, выявление вот этой конфликт, это выявление объективной конфликтной ситуации, выявление противоречия, и оно само по себе полезно, да, потому что пока мы его не выявили, то мы его и решить не можем. А вот то, что конфликт может начаться развиваться по деструктивному пути, да, что он может переходить на личности, там, да, увеличиваться количество конфликтных действий. Причем это может быть, ну, то есть человек, когда это не осознает, да, не думает о том, что происходит, то это может становиться таким неуправляемым и приводить, собственно, к разрыву отношений, да, или к тому, что какие-то важные задачи не будут решаться. Поэтому надо помнить то, что конфликт – это, собственно, дело рук людей, да, и что многие конфликты можно разрешить просто еще вот на стадии возникновения, да, то есть когда они только-только зарождаются, в этот момент вот как раз и желательно сесть и поговорить, обсудить, что там происходит и так далее. При этом понимая, да, про то, что чем дольше вы конфликт не решаете, тем больше он как бы ударяет, мешает вашим отношениям с человеком, да, то есть может привести к разрыву этих отношений. К сожалению, бывают такие ситуации, когда люди не хотят идти ни на какие, ну, такие вот шаги навстречу, такое бывает, да, и тогда в этой ситуации нужно просто, ну, принять, что ты ничего не можешь делать, если это очень важные отношения, да. Если это не очень важные отношения, да, то есть можно подумать о том, что, ну, не знаю, если это какой-то человек, которого вы считаете другом, а он все время с вами конфликтует и не хочет с вами никак обсудить это, да, то есть у вас, не знаю, там, обзывает, унижает, там, и так далее. Подумайте о том, те ли это отношения, которые вы хотите сохранять, да, это, то есть это один из способов разрешения. Второй момент, да, то есть иногда действительно невозможно, объективно невозможно разрешить конфликт просто потому, что, ну, вот апельсинов нет, да, их никогда не будет. Но потребность все равно здесь не в самом апельсине, да, то есть у вас потребность в чем-то другом, то есть нужно подумать, о чем эта потребность, да, чего там не хватало, когда вы хотели этот апельсин, может быть, чего-то другого. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!